МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Программа третьей модернизации требует кардинально повысить производительность труда. Об этом говорил глава государства в ходе общенационального телемоста. В Карагандинском заводе по утилизации старых автомобилей запустили второй этап производства. Метадоновая терапия. Благо или зло? В Казахстане решается судьба программы, поддерживающей заместительную терапию для наркозависимых. Спорт не имеет преград. В Караганде проходит традиционный турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников. На соревновании прибыли команды из восьми регионов страны. В Карагандинском заводе по утилизации старых автомобилей запустили второй этап производства. Теперь здесь будут не только приставать автомобили и делить материал на фракции, но и выплавлять металл в слитки. Запуск второй очереди состоялся в ходе официального телемоста с участием президента страны. В запуске нового производства также принял участие Аким Карагандинской области и Ирлан Кушанов. 26 июня нынешнего года на территории свободной экономической зоны Сара-Арка открылся первый в стране завод по утилизации старых автомобилей. Из отходов здесь добывают резиновую крошку и углеводороды, а с сегодняшнего дня начали добывать сталь, алюминий из плавы цветных металлов. На заводе запущен плавильный цех. Старт новому производству дал глава государства Нурсултан Азарбаев в ходе общенационального телемоста. Это первый завод в Казахстане по утилизации транспортных средств. Его удалось построить всего за 9 месяцев. Высокотехнологичное оборудование позволяет перерабатывать до 50 тысяч автомобилей в год, получать более 30 тысяч тонн черных и цельных металлов. Весь технологический процесс происходит без предательства окружающей среды. Господин президент, мы обещаем ввести значительный плак в развитие экономики региона и всей страны. Разрешите произвести запуск полного цикла производства. На сегодня это единственный в Казахстане завод по утилизации старых автомобилей. Стоимость проекта около 3,5 миллиардов тенге. Особо отмечается, что компания является полностью казахстанской. Уникальность предприятия позволила стать обладателем премии Алтын-Сапа. На сегодняшний день, благодаря программе по утилизации, благодаря государственной поддержке в виде предоставления земельного участка, преференции на специальную экономическую зону Сарарка, запущен данный завод. В связи с его уникальностью и отсутствием аналогов в Казахстане, на сегодняшний день мы получили государственную премию президента Алтын-Сапа. Также второй этап включает в себя установку пиролизного оборудования, переработку слитых из автомобилей масел и жидкостей. Новое производство – это не только новые возможности, но и новые рабочие места. Причем здесь намерены заниматься и обучением будущих рабочих. Ну, в данный момент я могу сказать, что у меня будет в цеху около 40 рабочих мест. Будем людей набирать? Будем, да. Будем людей набирать, будем обучать. Производство интересное, легко доступное. В Казахстане это единственный такой завод на сегодняшний момент, который перерабатывает машины, вышедшие из эксплуатации по переработке отработанного масла. Здесь же мы будем выливать цветные металлы, черные металлы, получать горючую жидкость, которая будет нам заменять солярку. Мы можем ее в печи применять. Программа третьей модернизации требует кардинально повысить производительность труда, обеспечить расширение экспорта казахстанских товаров. Ключевым вопросом индустриальной политики является внедрение технологий 4.0. В этой связи принята программа «Цифровой Казахстан». В ходе общенационального телемоста президент страны отметил, что необходимо, чтобы в ее реализации приняли участие все – каждое министерство, каждый Акимат, каждая компания. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 27-летний житель Балхаша подозревается в развращении малолетних через социальные сети. Мужчина под разными предлогами знакомился с подростками, переписывался с ними и делал неоднозначные предложения сексуального характера. По данным следствия, мужчина знакомился с мальчиками-подростками, делал им непристойные предложения и приглашал в гости к себе домой. Также он просил собеседников выслать ему интимные фотографии. Одну из подобных переписок обнаружила мама 13-летнего школьника еще летом, но доказать факт развращения на тот момент ей не удалось. Совсем недавно с подобным обвинением в адрес 27-летнего мужчины в полицию обратилась еще одна женщина. Постановление Балхашского городского суда, халатайство следователя ОВД города Балхаши удовлетворено об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. На сегодняшний день по городу Балхаши зарегистрированы два факта. По статье 124 по части первого уголовного кодекса именно за разрешение малолетних, по которым ведется досудебное расследование и по ним назначены соответствующие экспертизы. Выяснилось, что подозреваемый мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «умственная отсталость». Однако, если его вина будет доказана, ему грозит наказание по статье Уголовного кодекса «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетних». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 34 человека было эвакуировано в Караганде из-за пожара в девятиэтажном доме на улице Университетская. Есть пострадавшие. 5 декабря произошло возгорание мебели и вещей в квартире, расположенной на четвертом этаже. Впоследствии огонь распространился на выше расположенную квартиру. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Спасено три человека, в том числе один ребенок. Медицинское учреждение были доставлены пять человек. «Принятыми действиями пожар был ликвидирован в 16 часов 20 минут. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Это 15 квадратных метров горело на четвертом этаже и произошло горение на пятом этаже пола на площади 5 квадратных метров. По предварительной версии специалистов испытательно-пожарной лаборатории, наиболее вероятной причиной пожара стал открытый источник огня. То есть это спички, сигареты, зажигалки и так далее. Всего в тушении пожара было задействовано 11 единиц техники и 35 человек личного состава». Готовимся к праздникам вместе с торговой сетью «Скиф». Только с 4 по 17 декабря. Подарочные наборы для детей от 489 тенге. Сок сады Придонья 1 литр 239 тенге. Сервилат тай 1 килограмм 998 тенге. Цыпленок бройлера курочка ряба 1 килограмм 579 тенге. Приглашаем всех в новый магазин по адресу Татимбета 10 дробь 5. В Карагандинском областном Акимате обсудили реализацию комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. В работе заседания консультативно-совещательного органа приняли участие заместитель министра внутренних дел, представителей Евросоюза, неправительственных организаций. Провел заседание заместитель Акима области Жан Дос Абишев. В 2016 году в Казахстане принята комплексная стратегия социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации. Данная стратегия направлена прежде всего на сопровождение человека после освобождения, его полноценному возвращению в общество, содействуя в решении возникших социально-правовых проблем на первоначальном этапе. На заседании консультативно-совещательного органа, говорили о том, что в первую очередь необходимо помочь бывшим осужденным поменять мышление. Находясь в местах лишения свободы, осужденный теряет социальные связи, утрачивает навыки нахождения в социальной среде, приобретает иждивенческие настрои. В то же время само общество не готово принять бывшего осужденного. Все это приводит к риску совершения повторного преступления. В такой ситуации рециализация приобретает важный акцент. Мы сместили свои приоритеты и помимо контрольно-надзорных функций дополнительно стали шире использовать социально-правовую помощь. Своё отражение они нашли в комплексной стратегии. С учётом международного опыта будет осуществлён пилотный проект реабилитационной тюрьмы. Он предусматривает оказание комплекса помощи освобождаемому лицу в трудовых, бытовых, социальных и иных вопросах. Приказом министра внутренних дел создана межведомственная рабочая группа. Поддержку оказывает Европейский Союз. Для реализации проекта приглашён международный эксперт. В качестве пилота определены два исправительных учреждения в Карагандинской области. Учитывая, что в Карагандинской области успешно реализован ряд мероприятий по исполнению комплексной стратегии, накопленный положительный опыт, прошу Акимов всех уровней оказать содействие в проведении пилотного проекта реабилитационной тюрьмы. Хочу ещё раз отметить, что только при вашей поддержке мы сможем успешно реализовать мероприятия, предусмотренные комплексной стратегией по рецоциализации граждан, освободившись в мест лишения свободы. По сведениям Департамента уголовно-исполнительной системы, за 10 месяцев года из исправительных учреждений освободились более 600 человек, которые разъехались по разным городам и районам области. В Карагандинской области действуют три реабилитационных центра. В Караганде – Тимиртау и Жесказгане. По информации Управления координации занятости социальных программ, в этом году в них смогли найти приют 69 человек, освободившихся из мест лишения свободы. Тожан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Казахстане решается судьба программы, поддерживающей заместительную терапию метадоном для наркозависимых. Ее эффективность в настоящий момент оценивает и анализирует рабочая группа. Сегодня казахстанское общество активно спорит о необходимости метадона. 38-летняя жительница Тимиртау Елена Кузнецова находилась в программе, поддерживающей заместительной терапии, три года. По ее мнению, эта программа помогла ей начать новую жизнь. Поддерживающая заместительная терапия, это как своего рода, наверное, как толчок. Толчок мне в новую жизнь. Такой своевременный пинок. На сегодняшний день в программе приняли участие более тысячи наркоманов. Большинство из них отметили, что наладили семейные отношения. Около 200 человек устроились на работу, почти 40 прошли обучение. 36 ВИЧ-положительных пациентов стали принимать антиретровирусную терапию. Собственно говоря, главная задача программы – снизить количество ВИЧ-инфицированных, заразившихся от грязных шприцев. И вообще цели и задачи этой программы – это в первую очередь снижение вреда от употребления наркотиков. Снижение – это профилактическая программа. Как компонент профилактическая программа она идет вообще во всех мероприятиях. С той целью, чтобы снизить уровень распространенности ВИЧ в Казахстане. По данным Минздрава, по Казахстану в настоящее время работают 13 пунктов заместительной терапии. Первооткрывателями стали в 2008 году Тимиртау и Павлодар. Несколько позже программа заработала в других городах, в том числе и в Караганде. Стоит также отметить, что метадон – это все-таки синтетический наркотик, и к нему тоже возникает привыкание. Многие противники метадоновой терапии заявляют, что эта программа – ничто иное, как легализация наркотиков. Мы здесь на терапию метадоновой терапии, кого купола, соответственно, не берем. Здесь есть очень жесткий отбор, проводится среди пациентов. Всем пациентам, которые обращаются за помощью в наркологический диспансер, мы в первую очередь, конечно, предлагаем традиционные методы лечения. Это стационарное лечение, через которое пациенты проходят. Проходит курс детоксикационной терапии определенное время, смотря по его состоянию. И дальше с переходом на второй этап – это медико-социальная реабилитация. Что касается метадоновой заместительной терапии, то этот, он является одним из методов лечения для определенного количества пациентов, таких, которые пациенты неоднократно, безрезультатно получившие лечение, в течение с очень большим стажем наркотизации. Все эти 9 лет программа финансируется глобальным фондом по борьбе со спидом, туберкулезом и малярией. Сегодня ее действие подходит к концу. Быть или не быть программе заместительной терапии в Казахстане – это станет известно уже в самое ближайшее время. Андрей Тайна, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Казахстан стремится к системе одного окна и безбарьерному обслуживанию. В минувшую вторник состоялось совещание республиканского масштаба, посвященное реализации пунктов антикоррупционной стратегии. О том, как сделать сферу обслуживания населения прозрачной, говорили в областном цоне. Напомним, в конце ноября с визитом в регионах побывал заместитель председателя агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпикбаев. В ходе поездки были выявлены нарушения, такие как барьерное обслуживание, нерациональное использование служебных помещений и бюрократические процедуры. Заместитель руководителя департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области Берик Ахметов отметил необходимость провести дополнительную инспекцию с начала Нового года. Несмотря на замечания столичных коллег, Берик Ахметов заявил, что в шахтерской столице проделана огромная работа по минимизации коррупции и повышению качества государственных услуг. Единственные огрехи в работе департамента – это неоперативное информирование жителей о достижениях и положительных изменениях в работе госструктур. Мы не можем преподнести то, что уже сделано, и сделано очень качественно. По всем параметрам Карагандинскую область мы лидируем, но при этом об этом по республике никто не знает. Поэтому тоже, Ирдожек Служаевич, сайты государственных органов, части государственных услуг проводить мониторинг. Если кто плохо работает, надо принимать меры. Вот преподнесли западный Казахстан, видите ли, шесть баннеров вывесили. По Карагандинской области, обзору Алипович, 117 баннеров вывесено. Кто об этом знает? И при этом пять лет их гранат. Стоит отметить, что в целях обеспечения прозрачности работы госструктур во многих учреждениях установлены камеры видеонаблюдения, а также введен электронный формат оказания государственных услуг. В скором времени планируется трансляция художественных и документальных фильмов, направленных на антикоррупционное просвещение граждан. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский блогер Ния Сундит Алиев записал видеообращение к участникам дорожного движения с просьбой уважать права людей с ограниченными возможностями. Обращение записано в рамках акции «Дорога равных возможностей», которую проводит местная полицейская служба. В своем видеообращении Ния Сундит Алиев беспрекрасно рассказал о проблемах, с которыми сталкивается не только он сам, но и миллионы людей с ограниченными возможностями по всему миру. Ния Снадеется, что его обращение услышат жители огромного Казахстана и станут добрее, поскольку он искренне верит в человеческую доброту и взаимопомощь. По возможности не занимайте специально отведенные парковочные места. Эти места государство специально создано для людей, которые в настоящий момент находятся в состоянии болезни. Зачастую мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда специально отведенное парковочное место для людей с ограниченными возможностями занято. И чтобы выгрузить инвалидную коляску, нам приходится искать другие места, которые расположены очень далеко. Зачастую машины перекрывают пандусы. И это тоже доставляет нам определенные неудобства. Все мы люди, давайте уважать и создавать равные права друг для друга. Также Нияс отмечает, что доступная среда для людей с ограниченными физическими возможностями – это не пустой звук, а жизненная необходимость. Карагандинский блогер отметил, что во многих организациях отсутствуют пандусы, а те, что имеются, построены без соблюдения правил. Мы надеемся и верим, что в рамках акции «Дорога равных возможностей» произойдет уверенный и большой шаг вперед. Пожалуйста, уважайте всех участников движения, будьте людьми, желаю всем здоровья и счастья. Акция «Дорога равных возможностей» стартовала в Международный день инвалидов 3 декабря. Она направлена на привлечение внимания общественности, на необходимость корректного отношения к участникам дорожного движения с ограниченными возможностями. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И в продолжение темы. Спорт не имеет границ. В Караганду съехались десятки инвалидов-колясочников, чтобы принять участие в ежегодном открытом турнире по настольному теннису. В течение двух дней силами померятся представители Акмолинской, Жамбылской, Кустанайской, Южно-Казахстанской, Павладарской и Восточно-Казахстанской, также Карагандинской областей. На протяжении трех лет в Карагандинской области проводится открытый областной турнир по настольному теннису среди людей с повышенными потребностями. В этом году состязание расширило свои масштабы. Побороться за звание лучшего из лучших приехали спортсмены из восьми регионов Казахстана. Организатором турнира выступило общественное объединение инвалидов Жан Дос. Председатель объединения Дархан Телемисов является не только опытным игроком, но и тренером. За семь лет он воспитал двух мастеров спорта Казахстана. В скором времени его ученик представит Казахстан на мировой арене. Один мой ученик, Вайман Артем, в этом году завоевал сервером педали на Спартакаде, несмотря на свой молодой возраст, завоевал путевку на з'язкие игры в городе Дубай. Так что ученики тоже растут. Завтра он вылетает в Дубай, так что пожелаем Артему выдачи. Очень надеемся, что он попадет в тройку на з'язкие игры. Достойно защитить, честно говоря, организм области. В честь Костанайской области отстаивали восемь игроков. Среди них и директор Костанайского областного филиала Национального паралимпийского комитета Диссингали Оспанов. Он отмечает, что данный вид спорта стремительно развивается, предоставляя молодежи возможность проявить себя. Сегодня участникам, особенно молодым, им спортивный азарт, удачный спортивный, им перспектива на будущее. Я желаю всем участникам удачи и спорта. А также я хочу поблагодарить организаторов, которые сегодня организовали общественное объединение ДОС. Среди участников турнира были и российские гости. Двукратный серебряный чемпион России Марс Гавдулин объездил множество стран и не раз завоевывал призовые места. Но он уверен, это далеко не предел его возможностей. Заветная цель Марса – стать паралимпийским чемпионом. Плана цели у меня – стать паралимпийским чемпионом. Все усилия, все труды в этом направлении. 7 декабря жюри определит сильнейшего из 30 участников. Организаторы надеются, что подобные региональные турниры поспособствуют выезду казахстанских спортсменов в зарубежные страны для участия в международных состязаниях. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Авторский проект Надежды Мейхер-Грановской. Известная певица представит карагандинцам музыкальный спектакль в ритме аргентинского танго. В концерте принимают участие известные танцоры Хуан Мануэль Росалис, Лиза Росалис, Павел Илюшкин. Музыкальное сопровождение группы «Танго Проджект». Представление состоится 11 декабря на сцене Дворца культуры Горняков. Начало в 19 часов. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. А вам слабо. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!